МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специалист – врач-дерматовенеролог, врач-косметолог и сертифицированный трихолог. А как это получается, что нет такой специальности врач-трихолог? И как вообще можно получить, может быть, какой-то сертификат, чтобы заниматься волосами? В настоящее время специальности трихолог нет в номенклатуре должностных специальностей среди медицинских и фармацевтических работников. И для того, чтобы стать сертифицированным трихологом, необходимо пройти специальный специализированный цикл по трихологии. Только по выходу вы можете стать специализированным сертифицированным трихологом. То есть вы именно такой и являетесь, правильно? Да. И где вы проходили обучение? Российская медицинская академия после дипломного образования. Город Москва. Так, и чему же вас там научили? Меня там научили лечить волосы, диагностировать определенные проблемы, воспринимать трихологию в трех аспектах – профилактическом, диагностическом и лечебном. Скажите, а вот врач-косметолог и дерматовенеролог может принимать посетителей, клиентов без образования именно по трихологии, вот с проблемами с волосами? Ну, во-первых, сразу же скажу о том, что у нас не клиенты, у нас пациенты. А потом скажу о том, что врач-дерматовенеролог как раз должен принимать пациентов с проблемами волос. Изначально врач-дерматовенеролог – это тот специалист, который занимается проблемами кожи и ее придатков. Что такое придатки? Придатки – это как раз волосы и ногти. А есть какое-то официальное определение трихологии? Есть. Трихология – это наука о волосах, кожеволосистой части головы, проблемах, вызванных болезнями волос и кожеволосистой части головы, а также проблемами эстетики и ухода за волосами. Как часто все-таки к вам обращаются пациенты с проблемами волос? И какие бывают у них проблемы? Что у них выпадают в волосы, седеют? От чего вы можете вылечить? Все, что вы перечислили, пациенты обращаются с данными проблемами практически ежедневно. Среди пациентов могут быть как мужчины, так и женщины. Обращаются с проблемами выпадения волос, сухости кожеволосистой части головы, наоборот, ее жирности, перхоти и многими другими проблемами. Вот по поводу жирности. Вы мне скажите, как часто надо мыть голову? Многие люди задаются этим вопросом. Кто-то считает, что надо раз в 3-4 дня, кто-то моет каждый день, кто-то раз в неделю. Есть какой-то вот... Это сугубо индивидуально, зависит от состояния кожи волосистой части головы. И если пациент приходит с проблемой жирной кожи головы, которую приходится мыть ежедневно, эту проблему мы решаем. А вот обязательно ли покупать весь комплекс для ухода за головой? То есть это шампунь, маска, бальзам, после мытья головы что-то тоже чем-нибудь попшикать. Как это должно подбираться? Полностью линейку покупать не рекомендую. Волосы по своему типу подразделяются на тонкие и, можно даже так сказать, толстые волосы. Для тонких волос подходят кондиционеры. Для толстых волос, которые склонны к сечению, подходят бальзамы. И если в линейке шампунь, например, кондиционер, а если у пациента толстые секущиеся волосы, то здесь нет необходимости покупать новую линейку. Не обязательно, чтобы все было одинаковой фирмы. Нельзя забывать о том, что нужно использовать маску не чаще, а одного раза в неделю. Это тоже входит в комплексный уход за волосами. Ну вот как бы мы не ухаживали за своими волосами, да, или ваши пациенты, тем не менее в домашних условиях они остановить выпадение волос не могут. Нет, не могут. Как это надо останавливать? Что вы, как специалист, можете сделать? Если вы говорите непосредственно о выпадении волос, то нужно обращаться как раз к специализированному сертифицированному трихологу. Прием включает в себя осмотр, назначение лабораторных диагностических методов исследования и консультации смежных специалистов. Это обязательно. И также обязательно проводится дерматоскопия кожи волосистой части головы. В разных медицинских центрах и учреждениях эта процедура может называться трихоскопия. Это все то же самое, аналог, но данная процедура, она обязательна. А с помощью чего производится вот эта дерматоскопия? В медицинском центре НЕАРМЕДИК проводится дерматоскопия кожи волосистой части головы. Это оптический метод исследования, с помощью которого можно невооруженным взглядом определить морфологические элементы, которых не видно. Дерматоскопия кожи волосистой части головы позволяет оценить состояние волосяных фолликул, определить состояние стержней волос, если там различного вида дистрофии, утолщения, завитки, пеньки волос. Дерматоскопия кожи волосистой части головы позволяет в целом определить состояние волосяных фолликул и стержней волос. То есть вы берете какую-то такую вот штучку, как лупу, да, буквально, или просматриваете... Всю поверхность, всю кожу волосястой части головы в различных ее областях. Сразу видите своим глазом, что там происходит, да, все плюсы-минусы этой волосястой части головы. Состояние волосяных фолликулов. Состояние волосяных фолликулов. В каком состоянии, смотрим, находится стержень волос, это то, что люди называют волосы для врачей, это все-таки стержень волос. Так, и дальше вы уже принимаете решение о назначении лечения, или все-таки еще потом человек должен обратиться к другим специалистам, о которых вы говорите? В большинстве случаев мы назначаем консультации специалистов и проводим дополнительные лабораторные исследования. А какие специалисты это могут быть? Вот если волосы выпадают, к чему это может относиться? Это может быть терапевт, физиотерапевт, эндокринолог. Эндокринолог – это очень важно как для мужчин, так и для женщин. Для женщин обязательно назначается обследование у гинеколога. Так, а еще с какими проблемами к вам приходят? Жирная кожа волосястой части головы, сухая кожа волосястой части головы, перхоть. И все решается? Все решается, только нужно запастись терпением. Не все это понимают, но в процессе общения мы доносим пациенту, что подобные проблемы сразу не решаются. Бывают ли такие случаи, что пациенты приходят уже с облысением к вам? И терапия ваша, и помощь помогает им заново вырастить волосы? Такое вообще возможно? Возможно, да. То есть новые волосы? Новые волосы? На лысой голове мужчины, допустим, да? Ну, нет. Или вы их наращиваете? В зависимости от проблем мы их не наращиваем. Мы лечим их по стандартам. Медицинским стандартам, разработанным Всемирной организацией здравоохранения. Чаще всего, если это приходят мужчины, мужчины с облысением, мы можем затормозить на том уровне, на котором находятся кожи, волосистые части головы в настоящее время. И чуть-чуть прибавить. Ну, может быть, 10-15% от общего объема. Сейчас чудеса не происходят. Если для мужчины это проблема, которая касается личных аспектов его жизни, то я бы порекомендовала хирургические методы лечения. Так, то есть, если кто-то сейчас заметит, что вот уже немножечко что-то где-то подвытирается, подвыпадает, можно обратиться к вам. И вы хотя бы для начала остановите этот процесс. Хуже уже не будет, но еще и улучшите. Правильно, да? Я бы даже сказала, нужно обратиться. А вот сколько по времени займет вот эта вот терапия? Сколько нужно обращаться к вам? Сколько сеансов? Это год, полгода, чтобы вот волосы начали расти? В зависимости от проблемы, где-то от месяца до полугода, может быть, даже несколько лет. У пациентов, у которых эта проблема носит хронический характер, то это постоянное обращение к специалисту. Но это нормально, да? Это нормально, да. Люди такое практикуют, в принципе, да? Да. Скажите, а вот витамины, допустим, не помогут людям в увеличении количества и качества волос? Вот столько сейчас в аптеках продается витаминов, и там говорится вот о том, что волосы будут расти. Это вообще как? Витамины скорее помогают как-то эффект плацебо, плацебо, все называют это по-разному. Нет научно-доказательной базы об основательности применения данных препаратов для решения проблем выпадения волос. Очень много пациентов на моей практике приходят после курсового приема витаминов со списком, которые можно обнаружить в аннотации в побочных эффектах, высыпания, высыпания на лице, на коже тела, туловище, появление новых пушковых волос, стараюсь выражаться более понятно. У пушковых волос есть достаточно знаменитые витамины, которые вызывают не только рост пушковых волос на туловище и на лице, более того, скажу вам, что приобретается пигментация этих волос. Поэтому необоснованный прием витаминов при проблемах выпадения волос, он здесь не нужен. Обязательно, как вот пишут у нас перед назначением, необходимо проконсультироваться со специалистом. Так, то есть даже хорошие, дорогие витамины, замечательные для роста волос делают так, что вырастают волосы не там, где нужно, и не те, которые нужны. Правильно? Да, и дороговизна в данном случае ничего не значит. Хорошо. У вас есть какие-то рекомендации наверняка для людей, которые еще к вам не обратились, может быть, смотрят нас сейчас? Да, я хотел бы порекомендовать нашим зрителям не пользоваться процедурами кератинового восстановления и выпрямления, проводимые вне салона. Дело в том, что в состав данных препаратов входят формальдегиды, это достаточно вредные вещества. И сначала пациент на выходе выходит с красивыми блестящими волосами, в полный восторгов, а потом через 4-6 месяцев волосы начинают тускнеть, ломаться. Мною лично были замечены случаи резкого и сильного выпадения волос. На фоне кератинового? На фоне, да, кератинового выпрямления и восстановления. В социальных сетях сейчас это очень рекламируется, пропагандируется, но не нужно на это бросаться, потому что это вредно. А вот еще такое направление появилось, как ботокс, я знаю, да, там вот чем-то мажут сначала волосы, сидит вот девушка с длинными волосами, потом у нее плойка еще, вот выпрямлялкой выпрямляют, там все кипит. Это вообще нормально? Если в состав препарата не входят вещества формальдегиды, то это нормально. В основном такие процедуры проделываются в салонах. Это очень полезно. Например, ботокс нужно делать не чаще, а одного раза в месяц. Волосы красивые и блестящие. Если они постоянно не подвергаются действиям факторов внешней среды, например, таких, как та же плойка, посещение бассейнов, постоянный контакт стержней волос с химическими веществами, то ботокс для поддержания красивого внешнего состояния волос, почему бы и нет. Это очень хорошо и даже полезно. Да? А еще что полезно, какие процедуры для волос? Тоже кератиновое восстановление, но проходящее в условиях салона. Там в состав данных препаратов входят действительно хорошие вещества. Я сейчас обосную мой скептицизм по поводу применения кератинового выпрямления, восстановления вне салона. Дело в том, что данные составы подходят для женщин азиатского и восточного происхождения. У них волосы толстые и даже формальдегиды не смогут их, грубо говоря, пробить. А для славянского типа волос подобные составы никак не подходят. Екатерина, вот вы много наверняка учились, чтобы получить все эти сертификаты по трихологии, чтобы получить высшее образование. И часто ли вам приходится учиться и хотите ли вы дальше продолжать обучение и получать новые навыки, может быть, для своей работы? Обучение врача любой специальности проходит как минимум раз в полгода. Ну, это мне так кажется. На моем опыте обязательное посещение различных форумов, конференций, касающейся вашей конкретной и моей тоже специальности. Это необходимо. Приобретение новых знаний – это очень-очень важно. Если доктор сидит на своем рабочем месте, не посещая подобных мероприятий, никак не повышая уровень своей компетенции по специализированному вопросу их специальности, то стоит следить о том, хороший ли это врач. Екатерина, вы молодой, талантливый, на мой взгляд, специалист. Я очень рада была с вами пообщаться. Что-нибудь можете напоследок пожелать еще раз нашим зрителям, чтобы они, наверное, за собой следили? Берегите свои волосы. Класс. Приходите к нам еще. Мы будем рады вас видеть всегда. Развивайтесь дальше и лучше. Благодарю. До свидания. До свидания. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания.